здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами до миссии нас очередной обзор танков наши любимые игры world of tanks и у нас на обзоре т-44 средний советский прем танк 8 вот такой вот красавчик да у меня на нем три отметочки давно давно уже брал вот по сути аналог от ростелекома предложения там только у нас до кумулятивные борта фальш и краны точнее такой вот красивый танк ну и полноценный гайд обзор сегодня у нас и конечно же начнем его с бронирование т-44 погнали и так коллижен модель нашей сорок четверки смотрите какой угол наклона vld и это конечно и отличает по сути этот аппарат уже значит лд у нас 90 миллиметров переденки сто двадцать восемь картон пробивает седьмые да даже и шестые левел если вы к ним попадете картон vld 90 те же миллиметров снизу 142 а вот сверху же 151 назвать это прям супер броня язык не поворачивается но где-то что-то довернете и какая-то стрежка вас что-то уже не пробьет все таки теперь касаемо башни маска орудия по центру 190 краям там 197 есть вот такая щелочка под маской 177 она же есть вверху есть вот уже щеки башни по краям маски здесь у нас 191 снизу 190 здесь 193 щеки у нас 330 рикошетные никто не пробьет поэтому только ослабленные зоны поддадутся даже тяжем то есть грубо говоря ну здесь где-то понятно что в маску там основным типом снаряда либо голдой тоже будут пробивать уж тем более голдой но вот такие как chrysler там gfk либо из 6 здесь начинает на обычных снарядах испытывать определенные затруднения люк у нас есть но он маленький находится в задней части башни брони там вообще нету 100 миллиметров но все же вот никаких фальш бортов у нас здесь ничего нет у нас прямой борт 75 миллиметров отлично танк танкует от борта через каток не бьется то есть от борта идеально от башни тоже в принципе неплохо можно стрелять были бы увы с броней разобрались давайте глядеть основные модули у нас куча пушек аж целых пять вариаций стоковая вообще 6 левела ребята надо на этот танк заходить со свободным опытом чтобы садиться хотя бы хотя бы я говорю вот на эту пушку эту ветку мы вообще не качаем про нее забыли вот эта пушка хорошая вот но до альфа 390 круто но пробитие слабое на основном типе снаряда вот и очень долго заряжается эта пушка явно не для среднего танка вот идеально 100 миллиметров lb1 но за свободку надо постараться здесь вот на эту 100 миллиметров q вот да здесь пробитие поменьше альфа нежели на топе но она хотя бы заряжается более-менее 9 секунд точно здесь не самое лучшее в идеале конечно вот конечно потеть потеть через топовую башню идти вот на эту пушку а по поводу башни различия у нас 190 миллиметров броня во лбу здесь 120 130 с борта 100 сзади здесь 90 75 соответственно плюс 10 метров обзора поэтому за свободный опыт на башню и идем на топовую пушку вот топовый двигатель нужен открывается у нас после аша второго разница у нас тут тоже сток и топ есть 560 760 можете рассчитывать как минимум процентов на 30 подвижности поэтому очень важный момент выкачать топовый двигатель ходовая прибавит по моему два ну-ка до 2 градуса в секунду поворачиваемость на месте что касаемо полевой модернизации вот у нас значит во втором блоке мы качаем легкую сплаву узлы крепления здесь качаем настройку рычагов подвески антибликовую маскировку фар берем на обзор на разведку второй слот касаемо оборудования стандартный комплект для стандартные стэшки на стандартные стэшки на восьмом уровне турбина в основной слот вторым слотом просветленка досал все ничего этому танку больше мудрить не надо идеальная сборка вот по снарядам основной у нас ббх летит 880 метров в секунду такое себе а вот голда подкол уже 1100 маст хэп по снаряжению ремка аптечка автоматическая нетушитель четыре члена экипажа перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке у вен у нас минимально комфортный есть присутствует минус 7 вот по хп 1300 нормально как для восьмерки по мобильности у нас все хорошо на турбаче 56 вперед 20 назад почти 25 лошадей на тонну отдельная мощность по незаметности перк незаметности у нас не вкачан у этого экипажа поэтому слабо 19 было бы где-то 32 и соперки прокачать у всех членов экипажа обзор хороший как для восьмерки конечно же с просветленкой 451 метр плюс и минус и танка подвижность плюс как для стэшки бронирование плюс вы можете от борта играть от башни по орудию в принципе плюс наверное за исключением маленькие увы и побольше была скорость полета снаряда на основном типе снаряд тоже все-таки танчик хотел за на нем не только на галде ездить вот по обзору плюс по незаметности стандарт тут все в принципе плюс ну ребята у нас одни сплошные плюсы то есть хорошо сбалансированный танк предлагаю же отправляться бой дать посмотрим как 44 играет современным рендом погнали так обзор боем у нас т-44 средний советский там восьмого левела вот видите три звезды на нем целых три звезды я поедем доказывать наше превосходство над другими танками проходная прокачиваем ветка ребятка 44 такая же как и ростик от рост телеком итог у нас по сути то нет экранов противокумулятивных вот они иногда помогают ну да ладно поедем на право конечно же светить нашим трем пт-сал малым количестве да у нас из тэшек много надеюсь меня поддержим девяткам правда занесло подвижность хорошую тачки главное чтоб союзники поддержали а вроде едут это хорошо лтш и кстати в бою нет лтш и кстати в бою нет и и и и и и и как говорится тихо-тихо, там на чар футури не, это не нам летело зря я только назад отъехал во чар футури, ух ты, ух ты, это 430-й тут, это плохо это плохо 430-й у них в засаде вот наш засвет, больно стукнули чарику тихо-тихо, тихо-тихо тихо-тихо в ангар альфа нет, жалко о, как-то я его не пробил ну ладно, полторы насветили, тысячи настреляли ладно, от 430-го больше не получать особо и и рикошет 430 там пытается рикошет рикошет ух ты это в меня снаряд летел тихо тихо попали показа сливимся на сидись и стоял ждал сейчас там бочатки вот это не притни вот и все все едем дальше вроде пока выигрываем 2 600 суммы есть а нам надо как минимум 3 430 отходит бежит нет не бежит наступай ну все можно в ангар мы свое дело сделали поганой не успел я выстрелить суммы сколько у нас 4200 сойдет победа имба все таки 430 сейчас тебе отомстят наши товарищи чем можно сказать за 44 стабильный хорошо сбалансированный танк на котором реально можно нагибать хорошую подвижность достаточно точно ну нормальное орудие какая-никакая есть броня в башне много плюсов на самом деле хороший обзор есть все если есть у вас достаточный скилл там уже не простой а средний игрок вы на 44 можете реально делать дела обязательно катайтесь на 44 с просветленкой вам это даст да побудь давать дополнительного вот как стреляет видели наши товарищи вот ассист по засвету все победа вообще очень классный танк почему и кстати Ростелеком со своими компаньонами назовем их так да Wargaming выбрали для акции от своего взаимовыгодного сотрудничества 44 и переделали 44100 и прочее потому что это реально хорошая машина и тем самым подталкивают так сказать пользователи игры к подключению Ростелеком чтобы ее получить потому что дополнительные противокумулятивные снаряды вот видите мастера даже дали на 44 мастера мастер Рост получили 2 100 за свет 2 500 4 600 даже ребята стоп 2 600 считай да и а нет 3 ну 3 800 почти 4к 2 место по урону у нас АМХ М451 в сайте дали 4к дал ну мы тоже молодцы мастера то зафармили зафармили все 3 отметки подтвердили подтвердили в моем понимании танчик по 5-бальной системе заслуживает твердые 4 даже там 4 с плюсом да не побоюсь это сказать реально вот прям обычный хорошо стабилизированный не знаю там как правильно сказать танк 8 левела средний прям вот как это есть это основа эталон от которого отталкиваются другие машины да с плюсами с минусами это вот прям вот такой настоящий средний танк ладно ребята у кого есть в ангаре 44 есть там Ростелеком пишите свои комментарии вообще по этой машине как она вам зашла не зашла какую вы используете оборудование поделите своим мнением с ребятами которые будут смотреть данный видос вот ну и конечно прожимайте лайкос подписывайтесь на канал говорю до скорых встреч пока поддержи брата танкиста лайком под этим видео подпиской на канал ну и конечно прожми колокольчик чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре